меня зовут роман опять у нас получился какой-то камень вот вы видите на этом камушке моего отражения получилось максимально схожи на натуральный камень и по детализации и по самому глянцу и остеклении по прозрачности вот такой камушек я видел когда-то в одной организации по-моему это был гранит но только там камень более темный и с темными прожилками а мы сделали более светлый и светлыми прожилками ну так как пожелал заказчик то есть он попросил сделать светленький такой мрамор ну потом я добавлю еще фотографию этого камня то что я снял и напишите в комментариях получилось у меня или не получилось такая красота и принцип сам нанесение этих прожилок самого рисунка и самого контраста только у меня получилось как в этом как его как в рентгене то есть наоборот или как на пленке фото то есть темное и светлое а светлое темное то есть наоборот сделала цвета вот рисунок сам я делал и основную массу венецианки я делал с помощью венецианки ванэтик от компании фейдал а уже само остекление я на сдир то есть минимальный слой нанес полупрозрачную венецианку ванициан у я надала качественно продавится то есть про стекут то есть остекление качественно дала сделать за что у меня большая благодарность компании modal за такой материальчик тоже пишите в комментариях что вы думаете кто пользовался такой венецианка кто не пользовался советую попробовать очень очень интересная венецианка ну и венедик тоже хороший венецианка так как она послушно у меня легла и сделала такую вот детализацию сделала вот такой вот камушек красивый и мне очень-очень нравится то, что у меня получается не каждая венецианка, не каждого производителя даст то есть такое остекление немножко есть жестче венецианки и они когда прошлифовываешь оставляют такие царапины неприятные или остается рельеф, который не сшлифовывается при железнице и этот рельеф потом не дает такого правильного отражения и не дает такого правильного рисунка вот, по поводу воска вот у нас есть такой пример не знаю, наведется телефон вот я набрызгал водички, чтобы вы видели что ничего с венецианкой не станется если на нее попадет вода или какая-то грязь, это все можно спокойно повытирать тряпочкой и она дальше служит как обычный камень да, она мягче, чем мрамор, чем гранит ее можно поцарапать, побить покоцать ну, это же кухня это не мастерская никто не собирается ее бить, копать, царапать и по ней ходить или еще что-нибудь делать воск я делал свой модернизированный я потом на своем канале выложу видео сниму подробно об этом воске все о своих планах на эту разработку и посмотрите расскажу много способов нанесения о подготовке как подготовить чтобы было такое вот хорошее остекление ну, процентов 80 самого вот этого успеха такого правильного красивого остекления зависит от венециана уже процентов 20 только от воска здесь я не использовал никаких полировок то есть оно не прополировано здесь только шпателем зажелезнил снял лишнее там придавил хорошо пристеклил и вот такой получился достойный рисунок ну, а теперь ответы на комментарии часто задаваемые я выписал себе на листочек и сейчас максимально дам ответы вот вопрос какие материалы я уже ответил как добиваешься такого глянца ну, глянцую очень-очень-очень сейчас покажу шпателечек вот шпателек ну, разные ну, шире уже шпательки ну, и, наверное на одном месте так до восковки еще пока не было воска прожелезнил то есть влажной тряпочкой увлажнял железнил и оно продавливалось максимально правильно максимально ну, типа выравнивалось поверхность потом, когда нанес воск тоже можно сказать нанес воск один раз на сдир и на следующий день опять нанес воск на сдир только когда наносил воск на сдир я уже максимально давил то есть нанес снял нанес снял и вот этот сам процесс когда снимал очень сильно продавливал то есть практически на руке крепатура еще до сих пор чувствуется когда делаешь такую продавочку так дальше покажите сам процесс нанесения то есть мастер-класс будет ли именно этого видео именно вот этот рисунок вот это вот эта работа что я наносил я снял на видео то есть она на камере на никоне если снято на карте памяти но времени чтобы сесть просмотреть весь материал повырезать по удалять лишнее потом все слепить слеплены опять пересмотреть перед тем как выгрузить бывает вылетает потом опять загружаешь какие-то моменты сохранились не сохранились и уже об этом всем рассказывал то есть сам процесс именно этого камушка как я наносил я обработаю когда будет больше свободное время то есть не будет так загружен работой у меня будет там день два три потому что она одно и то же самое делать она надоедает то есть надо будет сесть там вечерок посмотреть повырезать там еще выбрать потом какой-то вечерок еще раз сесть полепить в кучку там все там где-то ускорить где-то обрезать лишнее потому что не все видео когда я наношу есть там пошел материал какой-то взял пошел там инструмент подготовил что-то помыл что-то там на подяжил себе то есть среди 20 допустим минут видео там только минуты 4 что именно есть что показать что что-то наносилось вот хочу попробовать сам но не знаю как смотрите я где-то на днях возьму сделаю небольшой вот такой же образец и отпечатки сделаю и сама шлифовку то есть кратенький такие такой обзорчик именно на похожий вот этот рисунок на похожий мрамор на саму глинцовку как она что делается сделаю маленький обзор и выложу будет мастер-класс вот такой небольшой так дальше это уровень кто-то написал да не правило не правило это уровень но это шутка так так достойная работа грамотная техника техника не знаю почему все спотыкаются об этом а как делаешь зачем ну как как какая техника техника романская у меня есть много видео практически больше половины видео я этой техникой уже делаю и есть конкретно вот у меня черный образец белыми прожилками какие отпечатал вот и все то есть из конкретно техника романская и вот такие отпечатки вот здесь например это обычный медомес вот здесь не до мест недомес не до мест это все отпечатки 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 и не дым из всех закрыл Все, ничего сложного То есть романская техника это не сложная техника Только нужно выдержать слой И потом не дошлифоваться до основания Вот здесь уже я попытался Вот в этом месте дотереться до основания Но вовремя остановился То есть видно от валика есть накатанные шагрень Так, дальше Чтобы было похоже на натуральный камень Надо делать имитацию панели То есть разделять То есть вот здесь там разделить Вот этот на квадратик поделить На квадратик, на квадратик Если бы стояла такая задача Поделить на панели Я бы поделил на панели и не павился Было бы проще То есть фрагментами наносить Чем это все за раз наваливать Даже у нас были такие случаи Что приезжали на объект там столяра Мебельщики Кухню привозили, двери там И заходили смотрели там Камин я сделал И они подходят и вот так К наружному углу И начинают щупать А где ж тут стык этих двух мраморов Типа где ж тут должен быть зарез Типа под 45 градусов И это плитка с этой Типа и стоят и присматриваются И смотрят, смотрят, смотрят Я говорю, а нету там никаких этих стыков А они не верят Типа говорят, а ну должен быть стык Это же мрамор Нет, это не мрамор Это гипсокартон такой Постукал по камину А там гипсокартон Он зашит этот короб сверху И все И стоим, смеемся Я говорю, это имитация мрамор А непонятно, короче Так, дальше Какую цену обойдется Метр квадратный за работу Ну, по работе Расскажу так Вот это все полностью Вот это, это и это Полностью я нанес Пришел где-то часиков на 10 В субботу прошлую И часиков около 8 вечера 8, не знаю, расскажу, было Где-то пол девятого Я уже закончил То есть полностью набил рисунок Его затянул недомесом И еще сверху покрыл Этим Акриловой шпаклевкой Для того, чтобы продавилось хорошо Взял немного отделовой шпаклевки И продавил, чтобы не было раковин Потому что все-таки Когда остаются сухие вот такие прожилки Когда наносишь декоративку В одну какую-то сторону То с этой стороны Если я в эту потяну Может остаться пустота И потом оно как ямочка Как выемка Может плохо сыграть Вот, потом получается Понедельник Вторник С понедельник Вторник Среда Я потихоньку Аккуратно Дошлифовывался Начал я С Жирафчика Поставил 80 Немножко пробежался Сбил Чисто сами верхушки То есть аккуратно Еле-еле На маленьких-маленьких оборотах Пробежался Сбил Верхушки неровные Что торчали Потом на жираф Я поставил Сто двадцатку Очень-очень тупую Которую Другой Ну Второй наждачкой Затупил То есть она практически Даже если рукой Касаешься Она просто гладит А не Шлифует То есть Тупая-тупая Сто двадцатая Наждачка Опять прошелся Оно немного Его типа Как бы Прилимцевало Немного Пришлифовало Немного Придавило И Тогда Уже мне Было легче Вибрационной Шлифмашинкой Шлифовать Потому что Оно было Как бы По структуре Более Равномернее То есть Не было уже То мягче То тверже Потому что Сами прожилки Очень твердые Получаются То есть Если отбил я прожилки По ним Делал все Недомесиком Между ними То Недомесик Мягкий А прожилка Твердая Получается Потому что Прожилка Она как бы Высохла Я уже По ней давлю И ее Придавливаю Вот И Получается Так Четверг Пятница Этих Два дня Я занимался Чистовоском То есть Практически Всю среду Я его Железнил Немножко Я железнил Это все Этими шпателями Что я И кельмочкой Брал Но кельмой Маленькая И плохо Потому что Она может Где-то больше Полосочку Глянца Сделать Такую Прям Ямочку Рисануть То Беру Широкий Шпатель Широким Шпателем С помощью Туда-сюда Туда-сюда Очень много Практически Каждое место Вот На Образце Вот Ну На этом Декоре Там Шпатель Продавил Наверное Больше 100 раз То есть Что он Прошел Туда-обратно Туда-обратно Более 100 раз Я так Сделал Вплоть до Того Что оно Даже Начинало Нагреваться То есть Оно Ставало Тепло Вот Такая Продавка Она И То есть Можно было Просто Сделать Как делают Все Набить Рисунок Нарисовать Шлифануть Сошкурить Там Помыть Смыть Не знаю И Просто Взять Сразу Все Там Ну Прожелезнить Вот Быстренько Там Два раза Провести Или Три По Одному Месту Ну Может Десять Раз И Все Воском Затянуть Воск Потом Сразу Или Тряпочкой Его Разгладить Или Как И Воск Потом Сразу Взять Этим Полирнуть Машинкой Сделать Такой Полуматовый Эффект Поверьте Весь Рисунок Был бы Вот Такой Короче Никакой Кривоватый Ну У меня Вот Допустим Ну Есть Здесь В углу В углу Может Будет Видно Вот Угол Плохо Прорабатывается Но Можно Было Сесть И Проработать Но Его Никто Не Увидит Потому Что Сюда Не Попадает Столько Света Как Попадает Сюда Я Я Стараюсь Обрабатывать Более Качественно Там То есть Вложиться На 200 Процентов На 1000 Процентов Больше Сделать Работы Там Где Я знаю Что Люди Это Увидят Люди Это Смогут Оценить Там Где Не Видно Вот Там Будет Например Холодильник Стоять За Холодильником Ничего Не Будет Видно Я Просто Там Испытывал Воски Вот Воски По Воску Я Уже Говорил Сниму Отдельно Обзорчик Что Как Какие Там Нюансы Какие Моменты То есть Объясню Сегодня Ничего Такого Рассказывать Не Буду Потому Что Это Будет Бестолку Надо Конкретно Взять И Показать Я Возьму И Конкретно Вам Покажу Что Как С Чем И Зачем Ну А Пока И О Цене О Цене Например Если Я Вот Это Делал Целую Неделю Минус Один День Носкресенья Выходной Это Практически Пять Шесть Шесть Рабочих Дней Шесть Рабочих Дней Вот Это Все Делал Работал По Десять Часов По Одиннадцать Часов Не знаю Там Посчитать Ну Приходил На Десять Когда На Одиннадцать Потому Что То Заезжал За Каким То Материалом Покупал В Магазины Не Все С утра Открыты Пока Купишь Приедешь То Уже Часиков Десять И Так До Восьми Вечера И Так Каждый День До Восьми Вечера И Получается С Десяти До Восьми Это Ну Чуть ли Не Десять Часов Если Там Выкинуть Пообедал Перекусил Чайку Попил То Выходит Ну Девять Часов Конкретно Работает Человек И Вот Шесть Дней Девять Часов Это Будет У нас Пятьдесят Четыре Часа Пятьдесят Четыре Часа Хотя По Десять Долларов Час Вот Эту Работу Я могу Оценить Вот Так Вам Скажу Если Брать Там По Квадратуре По По Этому По Поганажу Как Изделие Поверьте Можно Брать Просто Десять Долларов Час Договориться С Человеком Хочешь Хороший Результат Хочешь Такой Результат Хочешь Более Плавное Более Матовое Более Детализированное Берешь И Работаешь Не Надо Не Ехать Никакую За Границу Делаешь Красиво Качественно И С Напором И Получаешь Те же Деньги Что Получают Люди За Границей Правда Этот Декор Не Есть Такой Распространенный И Практически Это Раз в год Выстреливает Декоров Таких Делаешь И Заработаешь Какие-то 500 600 Может 300 Долларов Камин Выходит 300 Долларов Задекорировать Верх Или Верх И Бока Вот А Практически Классическую Венецианку Мало Кто Заказывает Я Не Умею Так Делаю Все Время В Белом Цвете Потолки Одна Женщина Заказала Кухню Все Сделала Беленькую Она Очень Довольна Просторно Красиво Хорошо И Удобно Вот А Так Уже Более Там Какие-то Шелки Вельветы Или Там Как Они Ато Ченто То На Этом Можно Уже Косить Капусту Конкретно То Зарабатывать Если Еще И Работать По 10 12 Часов В Сутки То Думаю Можно Зарабатывать Около Двух Двух С Половиной Может Трех Тысяч Доллар В Месяц И Не ехать Никуда Там же Они Работают По 10 12 Часов В День И Зарабатывают Такие Деньги Вот Ну Что Еще Хотел Сказать Ну Вот Ждите Видео Будет Видео Я Возьму Сделаю Такой Кратенький Мастер Класс Кратенький Обзор Не буду Растягивать Подготовлю Все Чтобы Все Было Под рукой Никуда Не Отрываться Не Бегать Ничего Не Делать Лишней Какой Работы И Все Сниму И Вам Покажу Вот Идет Справа Прожилочка И Заходит Вот Сюда Также Детализация Вот такая Переходит На эту Сторону Вот Серенькая Заходит Вместе С Прожилочками На Эту сторону Вот Косые Такие Прожилки И Они Сюда Переходят На Эту Сторону Все Сделано С помощью Романской Техники Никакие Прожилки Кисточками Не Рисовались Все Отпечатано Внутри Вот У нас Глянец Глянец Идеален Видно Улицу Дома Машины Я думаю Даже если постараться Можно даже Окурок Отражение Окурка Там Внизу С четвертого Этажа Увидеть Вот Эта Сторона Снимают Видео И Видео Такое Бадан Такое Короче Страшное Ну и У меня Тоже Не Получается Ровно Снимать Видео Там В руке Вот Так Если Держишь Телефон В руке То Тоже Трясется То есть Долго Не продержишь Там Продержишь Ровненько Пару минут Шаг Два Три Делают Какие-то Качки Я вам Сейчас Покажу Для тех У кого Нету Денег Или Нету Смысла Там Тратить Много Денег Чтобы Снять Там Раз В недель Какое-то Видео Покажу Селфи Селфи Дром Такой Сантехнический Короче Этот Чехол Прикручен На саморезы К сантехнической Трубе Через нее М6 Резьба Это Шпилька Шпилька Намазал я Немножко Воском Она такая Мягенькая То есть Как бы я руку Не крутил Она старается Выровнять И груз Фитинг 20 фитинг Все это Сбалансировал И Получается Вот Я могу Ходить Вот Зеркало Трясется Да А телефон Уже так Не трясется Так что Для тех Парней Кто начинает Свои Эти блоги И Не хотят Покупать Никаких Этих Стабилизаторов И т.д. Вот простенький Стабилизатор Правда Он Типа Не 3D Ось У него У него Типа Одна Ось Ну Мне Этого Достаточно Потому что Я могу И вот Так Наклонить И вот Так Наклонить Потому что Ось У меня Одна Вот Вот Это Вот Видите Чик Чик Все Кому Смешно Смейтесь Кому Не Смешно Не Смейтесь Продолжение следует